Добрый день всем еще раз. Ну что, у нас команда 5F и Signature Trust играют ответный матч. У нас катка Best of 3. Команда Signature Trust уже на данном этапе выигрывает 1-0, поэтому осталось всего одну катку им додавить и можно идти в полуфинал, там где их ждет победитель пары MVP Phoenix и Mineski. Signature Trust забрали себе Тролль Варлорда, Магнуса, Шадоу Демона, Лину и Шторм Спирита. Шадоу Демон по данному пику, как я понимаю, под Лину рассчитан. Видимо, это будет дабла двух саппортов, которые будут ходить и роумить. Все-таки СД и Лина нормально могут навалять. Такой себе вариант, как раньше был вариант с Мираной. Только теперь Light Strike Array под ноги будет разваливать у нас Лина и там уже попробуй вывези всю эту комбинацию. Ну и со стороны команды 5F в пике уже имеется Legion Commander. Кстати, давно-давно не видели. Полосон забирает себе Виспа, Чибикс будет на Шейкере, Мэск берет себе Инвокера и Язера будет играть на Бистмастере. Ну пику команды 5F мне больше нравится. Непонятно, правда, кому здесь будет Висп цепляться, а с другой стороны Виспу кому только не цепляться. Скорее всего у нас будет фармящий... Да, у нас фармящий Legion Commander. Миркл забирает себе данного героя и Полосон наверняка будет не отлипать у нас конкретно от Легионки. Чибикс берет Шейкера, тоже как по факту должен вроде бы и пофармить. Но интересно очень. Мэск отправляется на Инвокере на легкую линию, на топ-лейн. Вообще все вместе отправляются на топ-лейн. Команда 5F решила поэкспериментировать и посмотрим, как у них этот эксперимент удастся. Пока что очень интересная задумка от них, как по мне. Инвокер, возможно, будет стоять соло. Да, Инвокер не соло, точнее Инвокер будет у нас, скорее всего, фармить легкую линию, а на мид-лейне у нас будет Полосон вместе с Мираклом. Легион Commander, которая на мид-лейне, это... Ну это в любом случае интересно. Как это работает я не совсем знаю, но... В перспективе, в теории, вроде должно быть неплохо. А там посмотрим, как получится. Команда MyPro на мид... Команда MyPro. Команда Signature Trust. MyPro отправляется на мид-лейн. Лина, как уже, собственно, и думал я, скорее всего, уйдет у нас с Шадоу Демоном веселиться. Ну и Магнус от Аббы будет стоять в сложной. На легкой линии будет Лейклс на тролль Варлорде. Эти тролли, конечно, дико достали уже. Но что поделать? Миракл уже под тизером на Полосон. Нарешили Меска. На первых же секундах отправляет у нас на хайграунд. И долго им здесь стоять, в принципе. Майпро на лоу хп. Дальше Миракл бежит за Майпро. Первый фраг от Миракла. И Легион Командер нормально настреляла. Легион Командер заработала много денег у Полосона. И совсем чуть-чуть остается до Ботла. Один Крип Полосону нужен. И, в принципе, будет Боттл уже. И Мид Лейн, скорее всего, будет выигран очень серьезным преимуществом. Полосон, наверное, дождется, пока натикает просто на Боттл. Пока что 1-0. Файфаева впереди. По золоту они уже выигрывают 700. Так, Бумбелл вместе с Би-Би подошли под Миракла. И вот она эта комбинация, о которой я вам говорил. Просто Шадоу Демона отправляет в Дизрапшен. И Лайт Страйк Эррей под ноги от Лины. Все, кто появились из Дизрапшена, бьют у нас беднягу, попавшего в данный каст. Один в один разменялись на первой минуте. Это уже неплохо у Полосона. Должен уже готов быть Боттл. И Миркл не принес Боттл. Боттл несет Курьер медленно, долго, но тем не менее. Почему не вложить Айрен Брэнш, не прийти сейчас Полосону Боттл, непонятно. Может, провтыкал где-то Миркл, недоконтролил. Или не додумался, тоже его дело. Боутс оф спид уже есть у Миркла, есть таут шилд. Ну, а хилиц он будет, опять же, за счет Веспа, это понятно. Мирклу теперь у хили думать вообще никакого смысла нет. У него есть, опять же, пресс-з-атак. У него будет работать пассивка. То есть, отхил будет. А если какая-то экстренная ситуация, то всегда на помощь должен приходить Полосон. Это его основная работа, и Веспу именно этим в мидлайне и нужно заниматься. На первых этапах не гонгать, не дамажить, а конкретно сейвить своего тиммейта, того, кто должен фармить. Побежали на хайграунд игроки команды FiveFever. Вытащили на себя Майпру, ну и Миркл охраняет у нас руну. Майпру оттеснил. Со спины, кстати, заходит у нас Аба. Готовится Миркла куда-нибудь увезти. Увозит на хайграунд Миркла. Но Миркл-то в соло должен у нас разваливать Абу. Сюда уже прилетает Виск. Лайт-страйкер и под ноги Мирклу. Ну, Полосон его выхиливает, и достаточно неплохо. Аба, скорее всего, здесь отъедет. Дизрапшин отправляет у нас Абу. Это, опять же, вопрос времени. Миркл должен здесь убивать Абу. А по факту Миркл-то, если бы не стики, и развалился бы у нас. Полосон на лоу хп. Ну и вдвоем, наверное, здесь останутся. Миркла и Полосона, и непонятно, кого бить вообще. В итоге Полосона видят еще один удар. Виск у нас умирает. Умирает у нас Легионка. Подрались на хайграунде. В итоге три трупа у нас на клифе лежат. И на лоу хп Алина, на лоу хп Бумбелл, на лоу хп Майпру. Но они живы, в отличие от Миркла и Полосона. Легион Командер и Висп, соответственно. Три-два счет. По золоту Сигней Чит Раст все, что потеряли, отковыряли на данном этапе. Пятьсот по золоту Сигней Чит Раст выигрывают по... Пятьсот по хп выигрывают игроки команды Сигней Чит Раст. Миркл за Майпро. Просто так, просто бежать и бить у нас Майпро. Ну и как просто бежать и бить? Бить до смерти. На лоу хп Майпро. Еще один удар от Миркла. И Майпро бы здесь умер. От Лайт Стрекер уворачивается Миркл. И дальше на Би-Би. Промазал у нас Би-Би станом. И пытаются поймать Миркла. Но Полосон на последних вообще хп-шечках выхилил у нас здесь Миркла. И сам еле-еле живой. Надо доконтролить руну. Здесь уже стоит Кабан. Кабан сейвит руну для Полосона. И как же повезло сейчас Виспу. Юзай, юзай, инвиз быстрее. Тизер, инвиз и еще один подхил. Ну и что? В итоге Полосон с фуловой банкой. Можно пойти поконтролить еще одну руну. Не будут ловить Майпро. В принципе, Полосон сейчас может пойти за следующей руной. Хотя здесь уже Чибикс. Чибикс забирает руну на топе. И Полосону надо с баночкой что-то думать. А вот здесь Хаста. Все, в принципе, за него сама Дота придумала. В итоге Миркл берет Хасту в Боттл. Юзнет, выпьет и отдаст Полосону. Понятно. Профессиональный уровень как-никак. В это время Магнус забрал у нас инвокера на топ-лейне. Меск отправляется в таверну. Счет 4-3. Опять выход на Майпро. И на этот раз никто Майпро не подсейвит. Четвертый левел. Никаких болл лайтнингов. Легион Командер вместе с Веспом разваливает у нас второй раз, по-моему. До третий раз Шторм Спирит умирает. Четыре смерти от команды Сигнейчит Раз. Три из них для Шторм Спирита. Постоял пацан на миде. Команда Сигнейчит Раз 1000 выигрывает по Экспе, а по золоту всего лишь 190, ну где-то 200 в их пользу. Ну и Миракл неплохо фармит. Несмотря на то, что умирал, он на первом месте по фарму 2700. Он заработал Лейкет, с которого практически никто тут внизу-то не накаляет. И то заработал 2600. Абан на верхней линии. В сложной 2000. У него Нетворс. Майпро менее 2000 на мидлейне. Ну и Висп неплохо себя чувствует. 1500 для него чуть-чуть отстает от Инвокера, который по факту на топлей не должен был фармить. Опять же, против Триплы попробуй здесь пофармить. СД здесь, Лина здесь. Собственно, только Инвокер выходит, Инвокер должен умирать. Колд Снэп, Форш Спириты. Ну это Экзортова, Квас Экзорт Инвокер. Даже не знаю, что сказать. Экзорт плохо, а Квас Экзорт это вообще. Гибель. Легион Командер в итоге забирает здесь Лину. На мидлейне можно выходить дальше на Майпро. Пока у Майпро нет шестого, его надо гонять. Ну что и вот-вот уже, в принципе, Шторм сейчас будет с Болл Лайтнингом. Один Крип остался и... И из-под носа у Майпро утащили Руну. Ну здесь хотя бы шестой получил Майпро, и то неплохо. У Легионки уже есть Пауэр Трэдс, есть Брасер. Я думаю, скоро появятся Барабаны для Мирекла. У Веспа в это время чуть-чуть остается до Урнов Шадоу. СД на лоу ХП. Здесь Чибикс помог, в принципе, СД умереть. Ну и Чибикс должен догорать. Да, пошел у Риверс Полярити от Аббы, просто чтобы забрать саппорта команды 5-Eva. Разменялись один в один саппорта. Поменяли на саппорта. Легион на мидлейне. Первая дуэль против Лины. Первая дуэль в пользу команды 5-Eva. Миркл зарабатывает себе 10 демаджа. Ну и Полосон. Полосон. Зарабатывает себе экспириенс. Это наиболее, наверное, важный буст у нас для Веспа. Миркл зарабатывает деньги, зарабатывает экспу. А Полосон просто получает экспириенс. И чуть-чуть капает ему от вложений Миркла в данные файты. 7-5. 5-Eva впереди. По золоту они выигрывают полторы тысячи. По экспе 500 в пользу команды Signature Trust. Тем не менее, несмотря на то, что фрагов у них побольше. Я думаю, связано с ESR. И все-таки ESR 4-го левела немножко совсем тут крипов видел. Еле-еле. Двоих убил сам. Или он, или Кабан. Кто-то из... Кто-то из Язеры. Абу закрывает у нас. Чибикс. Через тотемп у Аби. Фиссура пошла по нему. Ну, здесь есть Скьюер. Уводит за собой Чибикса. Еще и Шоквейп на дорожку у нас Шейкеру. Шейкер аж недоволен, что ввязался в этот файт. В принципе, регена у Шейкера нет. Еще далековато до Солу Ринга. С тем, что Шейкер не фармит. Ну и барабаны уже прилетели у нас для Легион Командер. По фарму на по-прежнему на первом месте Легион Командер. 38 на 4 Крепстат. И 4200 Меркл заработал. Хотя по Крепам на первом месте, конечно, Лейклз. Просто Тролль Варлорд у нас 0-0-0 имеет КДА. Нигде не участвует. А Меркл 4-2-2. И это действительно важно. Пока что только 10 дополнительного демеджа с дуэлей поимел Меркл. Ну, опять же, это только начало. Одна дуэль была сделана, одна дуэль была выиграна. Чуть-чуть маны, конечно, Легион Командер не хватает. Опять же, на то здесь и Полосон. Сейчас эту пачку развалят. И через Редженерейшн должны полностью у нас восстановить каждого. А ну-ка. Мультиспауны, мультиспауны сработали. Ну все, Реген пошел у нас от Полосона. Меркл будет постоянно фуловый. Очень повезло команде 5-5. И очень повезло команде, конечно, 5-5, что они хорошо играют на этих героях. Это главное их везение. В итоге, Меркл, как был на первом месте по фарму, так и остается. На 1000 опережает тролль Варлорда, который фактически стоял на фрифарме. Посмотрите на количество убитых крипов Бесмастера. Что он не подходил к крипам, это факт. У Лейклса уже есть фейсбуцы. Есть у него хелм в Доминатор. У Меркла есть ПТ. Драма Фендюранс. Ну и всего по чуть-чуть. Еще и 1100 сверху для Легион Командер. Будет ли здесь появляться даггер, это вопрос. Ну, в принципе... Так, первый релокейт у нас от команды 5-5. Куда врываться? Что за рахитичный релокейт? Нормально. Ворвались, пачку крипов забрали у своих же тиммейтов. В арм обрезали и улетели назад. Прекрасное начало для команды 5-5. Здорово так все получилось. Полосон прям умничка. Релокейт, мягко говоря, потратили в никуда. Можно выйти на Лину. Кстати, дуэль есть. Если зацепить чем-то Лину, Лину можно здесь забирать. На подсейф вряд ли кто-то прилетит. Там Т1 пытаются дефать по мидлейной игроки команды 5-5. И Чибикс на хосте тоже, скорее всего, вниз. Меркл ждет своего часа. Тут просто провязать дуэль даже в соло можно. Четвером команда 5-5 на нижнем лайне. Надо просто поймать Лину. Для этого Языри надо наорать на нее. У него нет шестого левела. Рановато, да, еще. Фессура пошла от Шейкера. Меркл пошел за Би-Би-Би. Ну и лови же его. Лови-лови. Выходит у нас на Лину. Собственно, в никуда. Особенно никакого демо же не нанес у нас Санстрайк. Потому как уже к тому моменту Лина была мертва. Ну а что там инвокер? Инвокер уходит вообще с топ-лейна. Потому что боится здесь дефать Тауэр. И я его прекрасно понимаю. Все-таки здесь ребята грозные. И станы есть. И скьюер. И тролль-варлорд просто в соло у нас инвокера развалит. Это... Это 100% вообще. Ну инвокер у нас класс экзорд. Ничего хорошего с такого инвокера не выйдет. Даггер все-таки появился для легионки. Легион-коммандер будет врываться самостоятельно. А релокейт это план Б, это на всякий случай. 1400 по хп у легион-коммандер. И... Ну и порть фактом все великолепно. Кстати, по фарму Лейкелс чуть-чуть сокращает преимущества. Начинает фармить поуверенней. Тауэр команда Сигнетчатрас забрала. Ну и всего на 700 проигрывает Лейкелс своему прямому оппоненту. Мироклум на легион-коммандере. У Чибикса уже есть Солринг и есть 1100 на руках. В принципе, можно приобретать либо Транквилы, либо... Аркан Буцы тоже, наверное, не будут лишним, потому что маны придется много тратить. Ну что, у нас командер с кем-то драться решил. Нет, Мирокл здесь дерется с Эншном. Я думал, файт какой-то с кем-то серьезным мужичарой. Нет. Просто женщина бьет зверей в лесу. Релокейт пошел от Полосна. На топ-лейн. Будут ловить Абу. Дуэль пошла по Абе. Успеет ли Мирокл забрать? Ну, в итоге забирает. И победитель очередной дуэли здесь Мирокл. Но с Дедой еще бы не забрать. Убили Магнуса. 5-10. Что за боевая баба такая? Легион-коммандер. Все хорошо получается. 4-2-4 счет. То есть в 8 фрагах Мирокл принимал участие. Два раза, правда, сам умер. Но это тоже не страшно совершенно. На 13-й минуте. В общем-то, неплохой показатель. И по фарму начинает Легион-коммандер отрываться. Так, у нас драка пошла против Майпро и Чибикса. Чибикса убили. Ну и Мэска, скорее всего, тоже здесь заберут. Лагуна Блейд у нас в спину Инвокеру. Инвокер, быстрее отсюда бежать. Да, беги быстрее через Квакс. Через Квас. Легилс со своим же Кентавром на Рошана. Здесь Бумбелл недалеко у Абы появляется Даггер. Чибикс вместе с Язерой решили проверить, что там с Рошаном случилось. Бумбелла должны ловить. Нарали на Бумбелла. Кабан разбирает его. Ну и Бесмастер забирает себе фраг. Лейклса тоже могут, в принципе, ловить. Где? Где Релокейт? Где Миракл? Миракл... А где Миракл и правда? Миракл на реке у нас. Даггер есть, можно и ворваться. Там подлетит, если что, Полосон на... Тизере. С другой стороны, Рошан прилично у нас сбитый. Миракл решил выйти на Роху. Если будет подсейв от Веспа, наверное, не будет этой проблемой. Хотя, опять же, есть Даггер у нас у Абы. Можно ворваться туда и подлину. Очень крутую комбинацию. Сигменчатраст могут сейчас же организовать. Фиссура сразу же охлаждает у нас двоих игроков. Через секунду будет у Магнуса Даггер. Будет ли Блинг? Где Магнус? Магнус у нас пошел на хайграунд. Сразу же дуэль в Магнуса. Тут даже Санстрайк. Миракл на лоу ХП, но убегает отсюда. Фиссура по... Ой, Лагуна Блейд у нас в Миракла. В любом случае, дуэль Легион Командер выиграла. Плюс 40 уже есть для Миракла. Ну и дальше Меск начинает здесь расковыривать. Даблкил у нас уже от Инвокера. Дэмэджа с руки в принципе достаточно. Правда фейсбутсов здесь не хватает сильно очень. Колдснэ пошел по Лейкесу. Где же Чибикс? Ты должен сейвить своего тиммейта. А Чибикс у нас бегает. Теперь Чибикс за свои пробежки умрет. От Лины есть лайтстрайкеры. Под ноги Чибиксу не попадает. Лейкес отпускает своего оппонента. Фейсбутсы там закончились на тот момент. А под Тавр бежать... Могло бы быть критично. Какой же слабый Чибикс. Подошел проверить куда там Лина ушла. А Лина никуда вообще не собиралась уходить. Просто задула у нас Чибикса. Корова отправляется в Таверну. 11-13. В итоге по золоту Файфэва все, что выигрывали. Полторы тысячи потеряли. По Экспе они проигрывали тысячу. Теперь проигрывают три с половиной своим оппонентам. Так, увезли у нас Мерекла. Сразу же на подсейв Полосан. Ну и уводит на Релокейте. Увозит на 12 миллиметров назад у нас. Мерекла, ну просто чтобы выиграть расстояние. Ну выиграть... Чуть-чуть дистанцию. Жалко, конечно, что Релокейт пришлось потратить просто на подсейв Легион Коммандер. Не самый приятный вариант. В принципе-то у Легионки всего достаточно. И можно начинать врывы, готовиться в БКБ. Как я понимаю, Вейти Мерекл здесь уже у него на руках тысяча с копейками. Огр Клаб в Этембилде имеется. У Чибикса до Даггера еще 600. Чуть-чуть меньше. У Полосана уже есть. Урн оф Шадоуз, Боттл, Боттс оф Спид. Пока что нормально. Восьмой левел Висп. Больше от него пока никто не потребует. У Майпро есть Солринг, есть Пойнт Бустер. Тысяча на руках. В принципе до... Сколько? Две тысячи остается Майпро до Бладстоуна. В минуте на двадцатой может и появиться. Чибикс пошел в лес себе собирать на Даггер. Может и получиться, в принципе, у Шейкера там совсем немножко осталось. Маны должно хватить. Тут на несколько раскастов фиссура, тотем, тотем фиссура и где-то до Даггера может и накапать. Да, Чибикс, конечно, не саппорт. Отводы просто великолепные получились у нас у Шейкера. Ну, кто как может, так и отводит. Чуть-чуть совсем осталось. Сотня по золоту. И Чибикс, в принципе, уже будет иметь Даггер. Правда, собирать еще и собирать. С такими темпами... 15 копеек всего Чибиксу остается. Можно и не подходить. Я думаю, надо бежать уже на базу. Хилиться. Но здесь же надо еще и на тот же ТП элементарно накопить. Все, теперь по золоту хватает и на Даггер, и на ТП. Нет нас, Молк, у нас Чибикс тратит деньги. Теперь забираю свои слова обратно, что Чибикс у нас не саппорт. Еще какой саппорт? В это время Сигнейчит Раст, пока я там отвлекался на Чибикса, который фармит... Фармит в лесах себя на Даггер. Команда Сигнейчит Раст пропихнула линию аж до хайграунда. Т1 развалили, Т2 развалили. А женщина-аннонсер говорила мне 500 раз, что... Destruction is under attack. И надо было бы как-то на это отреагировать, но я смотрел, как корова зарабатывает на Даггер. Извините. Такая слабость у меня получилась. Моя слабость это шейкеры, фармящие леса... В лесах себе Даггеры. Майпро уже 2800 имеет на руках. В принципе, Бладстоун можно приобрести. Да, денег должно хватать. 2900 как раз, как раз. Сулл Бустер сейчас будет для Майпро. И... Ну и на рецепт тоже имеется. 800. Короче говоря, тютелька в тютельку. По золоту. Сигнейчит Раст выигрывает 3000. По экспириенсу 5000 тоже в их пользу. Легион Командер не должна сбавлять темп. Меркл должен... Быстрейшим вообще способом зарабатывать себе на артефакты. Надо брать Керасы, надо брать Дезоляторы, надо по-быстрому выигрывать дуэли. Надо быть сильной женщиной. А не прятаться тут за светящимися шариками или... Мужиком с разукрашенным лицом. Тут реально на Легион Командер завязана вся игра команды 5F. Инвокер 3-3 идет. В принципе-то неплохо. И с руки бьет нормально. Инвокер. Но как-то какой-то пуш... Какой-то пуш стратегии с этими форжами я, честно говоря, не особо вижу. Ну да, здесь будет кабан и здесь будут форгит спириды. У Бестмастера пока что никаких Некров и не пахнет вообще Некрами. Может быть их и не будет. Бестмастер у нас одевается в странные вещи. Приобретает себе Даггер. Ну, это все нормально, я понимаю. Если бы не наличие Инвокера, я бы понял, зачем Даггер. Но Инвокер, который через форгитов качается... Тут, конечно, и Некра были бы не лишними. Ну что, дуэль будет или нет? Реверсполярити от Абы. Миракл пока не проседает по ХП. Дуэль выигрывает. Миракл сейчас только выигрывает. Плюс 54 уже у нас для Легион Команды. Раба разваливает в это время Виспа. Потеряли также Меска, но его вообще не жалко. Экзортовых Инвокеров никогда не жалко. Через фиссуру. Тролль Варлорда. Отрезали у нас от всей команды. Миракл на лоу ХП. Бегает и старается выжить. Но Язеро прорубил же для тебя деревья. Миракл в итоге погибает и доминейтинг для Лейкелса. Пока ребята там занимаются какими-то суперстратегиями. Тролль просто залез в шахту и фармил. У него теперь 13,5 тысяч Нетворс. 16 левел. Сенжин Яша есть. БКБ есть. Эйджис имеется. Фейсбуцы. Доминатор. Еще и базилка на сдачу для Лейкелса. Топ, собственно. И полторы тысячи еще на руках у Лейкелса наличкой. Короче говоря. Как не тужился у нас Миракл на Легион Командыр. Как не старался. В итоге Тролль Варлорд гораздо мощнее выглядит. Ему не надо для этого летать по лайнам. Ему надо просто фармить, фармить, еще раз фармить. И этим Лейкелс занимается. У него топ Нетворс на карте. 14 тысяч. Круто. На 22 минуте 14 тысяч. По-моему, великолепно вообще. Лина в это время забрала у нас Шейкера. И команда Сигнейча Траст. По-моему, эту игру уже не будут отпускать. 7500 они выигрывают по золоту сейчас. 8000 они выигрывают по Экспириенсу. И неплохое начало от 5-фэва заканчивается, ну, пшиком в мидгейме. В итоге в мидгейме они выходят очень потасканными. И получится ли у них восстановиться, непонятно. Так, у нас Миракл улетает вместе с Полосоном на нижний лайн просто подфармить. У нас Стрелокиты тратятся просто фармить. Ну, правда, того стоило, конечно. Одну пачку крипов забрали, все, улетели. На 23-й минуте плюс 54 у Миракла заработанных очков дэмэджа на дуэлях. Это, в принципе, неплохо. Можно было бы и получше, потому что начало для Легион Командер было просто великолепным. Почему это не было реализовано во фраге? И в дэмэдж дуэли у меня, конечно, много вопросов. Миракл на топ-лейне. Т1 должны забирать. Сюда уже пошел под сейф от Майпро. Будут Полосона стараться забрать, скорее всего заберут. Да, умирает у нас виск. Миракл агрит на себя Майпро. Дуэль прошла, наверное, не успеет Миракл. Да, 100% не успеет. Ну и бежать отсюда. В итоге дуэль от Легион Командера в никуда. ТП-аут быстрее на мид-лейн. Тут еле-еле живой Т2 стоит от команды 5 Эба. У Магнуса уже есть Даггер, уже есть Форс Тафф. Ну и второй Риверс Полярити. Абба тут где-то его проюзал. Мы в это время смотрели на Легионку. Ловит у нас Би-Би. Ну и очень быстро разбирают Чибикса. Легион Командер забирает в это время Лину. Один в один разменялись. Остон давным-давно у нас умер Абба. Где Абба? Где Абба? Абба, вот он. В диздрабшин отправляет у нас Мэск. Они дали сделать ТП-аут. И сразу же его забирает Магнус. По итогам файта 3 или 2 в 1. Или сколько-то там в 1. Короче говоря, 5 Эба тухловато стали смотреться. Умерло уже 4 или 5 минуту. Плюс 54. Кэдэшится дуэль. И ни к чему хорошему наличие дуэли не приводит команду 5 Эба. Агрит на себя Бумбелла. Ну теперь-то может Мереклз забрать у нас Бумбелла. Должны хотя бы попытаться. Да, Легион Командер выигрывает у нас дуэль. Но тут же умирает. И Лейклзу плевать, что там Легион Командер выигрывает. Он просто стоит и месит женщину по горбу, пока она дерется с любым из команды Сигнейчат Раст. Тролль молодец. Тролль вообще у нас без принципов. Абу под Тауэром поймали. Чибик с Фессурой по голове. Ну и Магнуса развалило. Майпро уже почти готов к Оркет. У Лейклза после Сен-Жин-Яши есть Алтимейт Орб. И сверху еще 1750 для Лейклза. Совсем чуть-чуть остается до Айо в Скаде. А у Легион Командер как не появлялись вещи, так и не появляются. Правда, есть 3000 по золоту для Мирекла. БКБ и, в принципе, все. Я думаю, очень нужна Кераса. Либо Кераса, либо Дизолятор. То есть можно Мэджик Лонд выбрасывать и собирать себе Дизоль Мирекл. Надо быстрее проводить дуэли. Я думаю, Мирекл это понимает. Ему не хватает дэмэджа. Он слишком долго месяца. С тем же Майпро он бьется и бьется. И Майпро вроде обычный Шторм, интеллектуал. И немного у него ХП. И мало дефа. И должна Легионка его забирать. Ничего такого не происходит. В итоге, еле-еле за дуэль половину ХП снесла Легион Командер у нас Майпро. А так быть не должно. Опять же, еще и Шторм. Если Шторма контролишь, если Шторма ловишь у нас в ту же дуэль, то... Ну, это не герой, который будет стоять и танковать. Да, он может летать. Да, он неуловимый Мститель. Его сложно очень поймать. Меня сложно поймать. Не знаю, легко. Потерять и невозможно убить. Вот такой примерно Шторм. Но если ты его поймал в дуэль, будь добр и ту дуэль выигрывай. Поэтому, мне кажется, есть смысл Легионке рискнуть. Ну, пошла в Керасу у нас в итоге Майпро. Легион Командер. Ты так сказал это, как будто обиделся. Пошла в Керасу вообще. Легионка. Иди на Юл. Я не знаю. Закрой свой Бладстоун. Новый уровень оскорбления благодаря Доте. Готовится Чибикс. Чибикс ворваться. У него есть Эхо Слем. На одного Легкеса можно и потратить. В принципе, Вижн есть ли вообще? Ну да, Вижн есть у команды 5F. Они все знают. Санстрайк пошел у нас в Легкеса. Релокейт уже. Сюда готовится Легкес. Под БКБ почувствует ли. Полоса на нет. Полоса на не почувствовали. Мироклад тоже не чувствует. РП и все. И вся команда 5F отправляется в Таверну. Ворвались так ворвались. Эйджис у нас для Тролль Варлорда. Два. Нет, не два алтимейтерба. Лейкелс у нас. А куда Лейкелс деньги вообще тратит? Где деньги, Тролль? Что ты с ними сделал? Я так и не понял, куда Лейкелс потратил деньги. У него был алтимейтер по 1700. Возможно, да. И ничего и не капает. Короче говоря, минус 5 делает команда Сигнейч Трасс. Идет на мидлейн. И 5F, наверное, уже не опомнится после этого файта. Ну, как играли, так и провели файт. В общем-то, все вполне закономерно. Немножко расхлябанная была игра. Где-то недоконтролили. Комбинация с инвокером. Инвокером экзортовым. Вообще, любая комбинация, в которой присутствует экзортовый инвокер, вызывает тошноту. Но в данном случае она просто-напросто не сработала. Думали там какую-то паб-стратегию сделать. Я просто ловлю, например, кого-то в дуэль, и туда залетает санстрайк. Ну вот, пожалуйста. Сейчас Лейкелса будут пытаться развалить. В итоге Лейкелс после дизрапшина встает у нас и очень все просто делает. Миракл. Дуэль у нас на Лейкелса. И Миракл дуэль эту проигрывает. Тролль Варлорд с 15 хп расковырял женщине все лицо. Ну и дальше пошла погоня от команды 5F. Тут команда Signature Trust. Здесь уже Лина умудряется у нас под... Ай, как красиво Аба. Просто в ворота между Полосоном и Меском пролетел. Тут уже какая-то игра пошла от команды Signature Trust. Лейкелс до сих пор все хочет потерять свой Эджис. Он говорит, заберите, убейте меня, сделайте что-нибудь. На лоу хп вся команда Signature Trust и 5F ничего не может сделать. Ну и вертится на Иулли Лина. Торжествуя свою победу. Команда Signature Trust выигрывает второй матч. Второй матч выигрывает и выходит у нас в полуфинал. Завтра, по-моему, в это же время, по-моему, в 14 сет. Это 15 Киев, 15 Москва. Будет играть у нас команда MVP Phoenix против команды Минески. И мы узнаем, кто же выйдет у нас в полуфинал и встретится с победителем данной пары, а именно с командой Signature Trust. Ну что, пока что у нас небольшая пауза. Вечером у нас Team Tinker играет против Ниндзи в пижамах. В рамках первого ESL... Короче говоря, в рамках ESL One. Конечно же, мы ворвемся на этот матч. Вот. Всем огромное спасибо, что были со мной на протяжении двух последних каток. Напомню еще раз, что это студия Игрокам ТВ. У микрофона, друг, не забывайте подписываться на наш Twitch. Жмите follow, ну и заходите в группу ВКонтакте. И также на наш канал на YouTube. Там все воды всех матчей, которые были сыграны и которые были нами... Были нами откащены, или как это по-русски вообще сказать. Ну и мной, соответственно, откомментированы. Пока что небольшая пауза. Пауза до 20 сет. Это 9 Киев и 9 Москва. И там уже увидимся на Европейском Дерби. Тим Тинкер против команды Ниндзи в пижамах. Шведы против сборной мира, или сборной Европы. По-моему, сборной мира. Все. Небольшая пауза. До 9 часов вечера. Студия Игрокам ТВ. У микрофона друг. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся уже ближе к ночи. До свидания. Продолжение следует.